Продолжаем тему «Я». Сейчас я расскажу про «Я», про своё «Я» и про каждого наше «Я» с точки зрения восточных представлений о человеке, восточных представлений, как я называю, трансреальных концепций, адвайта-веданта, буддизм, в принципе, на этом основана и суфизм и каббала. Тела и всякие уже более современные нью-эйдж-концепции основаны на том, что человек состоит из нескольких тел. Гурджиев, у Гурджиева четыре тела, у Блаватской, не буду врать, больше гораздо, и в разных концепциях. Что такое тела? То есть выделяется, ну, можно выделить, вот мы возьмём себя, можно выделить себя на физическом уровне. Вот просто как скелет и молекулы, да, одно из тел, да. Но обычно это не обсуждается. Химическое тело может быть. Вот мы можем исследовать, вот всё, что мы начнём с химической точки зрения, это наше химическое тело. Но оно тоже не рассматривается в практике, начинается с физиологического тела. Вот физиологическое тело, мышцы, движения, непосредственные реакции какие-то, то есть физиологическое тело. Дальше нет, психическое тело. Все наши эмоции, все наши чувствования, боли. Ну, здесь уже действительно различия между телами довольно-таки смазаны бывают. К чему более относить, к психологическому телу или к физиологическому, да. Ну, для нас это не существенно. Ментальное тело. То есть мы, скажем, можем войти в медитацию или вообще-то влечь, расслабиться. Для нас пропадёт в аутогенной тренировке наше психическое тело, пропадёт физиологическое тело. Но наши мысли останутся, и мы будем себя мыслить. Я, я. Вот я буду я. Только голые мысли. То, что, в принципе, дошёл Декарт, он говорит, что вот я, значит, когда он говорит, я мысли осуществую, это он говорит, переводя на язык тел, что вот существует ментальное тело, и в этом ментальном теле я могу не сомневаться. Дальше идут астральное тело, тело воли у Джиева было, буддическое тело и духовное тело. То есть вот их классификация этих тел, количество этих тел различается от практики в практике. И, значит, можно, давайте так вот и будем рисовать. Вот, рисуем. О, и зелёный, а, не зелёный, а красный. Да. Вот. Если, значит, это у нас человек, то где-то на каком-то уровне у нас будет физиологическое тело, где-то на каком-то уровне будет психическое тело, ментальное тело и, скажем, ну, духовное тело, возьмём. Вот. В этой концепции тел, значит, как сюда привязывается концепция я? Действует всегда какое-либо из тел. Вот в каждый конкретный момент. Вот если мы зафиксируем, что сейчас, вот сейчас у меня действует ментальное тело. В данный конкретный момент я мыслю и я говорю. То есть мои эмоции приглушены, мои физиологические процессы приглушены. Если вдруг у меня сейчас что-то заболит где-то, я скорчусь, и моё «я» переместится на уровень физиологического тела. То есть было на уровне ментального тела «я», вот. Переместиться на уровень физиологического тела, то есть я отождествлю себя с этой болью. А по сути что происходит? Управление всем этим конкретным телом, системой этих тел перешло на уровень физиологии. Оно может перейти на уровень психики, на уровень духовного тела. То есть в любой момент времени человек проявляется в виде действия одного из своих тел. И в данный момент то тело, которое взяло приоритет, ну скажем, сидит человек, любуется закатом, просто переполнен эмоциями, медитирует, да. И к нему стучится физиологическое тело, говорит, дружок, у меня туалет захотелось. Говорит, пошел нафиг, я сижу. А вот если потом приперло, послал мне нафиг духовное тело, и начиная действовать физическое тело, он побежал, да. Либо бежит человек, мыслит на тренировке вокруг дома, значит у него ментальное тело задействовано, физиологическое находится вне я, потому что он не следит за своим движением. Но вдруг ему захотелось опять же в кусты, все, я переключился на физиологическое тело, сбегал, он побежал дальше, вот. Либо он вспомнил какую-то эмоцию или еще что-то переместилось на психическое тело, он может остановиться и что-то переживать. То есть мысли ушли, физиология остановилась, я переместилась на уровне психического тела. То есть я, это тот концепт, та бирочка, которая фиксирует, где сейчас находится действующий, воспринимающий центр человека. У разных людей, у разных людей разный набор этих тел. То есть вполне возможно у кого-то только до психического тела, ментального вообще нет. В кавычках пока, потом я потом поясню, может быть. То есть вот, у кого-то кто-то на физиологическом только живет. И когда мы говорим, решается проблема, где же было я, когда я пообещал жене, что не буду больше пить, я пообещал, да. А потом меня позвали дружки, и я пошла, была отморщица, потому что пошли бытовщины. Ну эти примеры, то есть в данном случае есть без примеров необычные. А если есть тело, значит есть нечто противоположное телу, да? Там душа, дух, что-то такое есть? То есть в данной концепции все, чтобы мы не приписали к человеку, то есть есть одно из его тел. Но это получается у вас, в основании у этой концепции лежит метафизическая предпосылка, что ничего нет, кроме тела. У человека, да. В человеке больше ничего нет, кроме тела. А не у человека что-то еще есть? Да, в данном случае, да, значит, я повторю то, что я говорил предыдущий, что субъект, различая некие объекты вокруг себя, строит свою картинку сознания, и пока он не различает себя в этой картине сознания, он не обладает концептом «я». То есть концепт «я» появляется тогда, когда появляются различенные им в своей картинке сознания, в своем сознании тела. То есть на что бы, то есть если животное не различает себя в сознании, у него есть тела, но концепт «я» не привязывается к одному из тел, он просто существует как некая система, организм. И концепт «я» появляется тогда, когда организм выделяет, все тела, система тел выделяется, и вот я сейчас вижу свою руку и знаю, что это я. Когда будет боль, я буду знать, что это моя боль, когда я мыслю, это моя мысль. Значит, я различаю в своем сознании вещи, которые не мои. Не, вот эта рубашка не моя, я ее могу снять, а вот руку, она моя. Ну это понятно, но субъекта это не тело, да? Субъекта не тело, я это не тело, вот, но я, субъект, есть, скажем, у каждого из тел, потому что тела различают что-то, но я это то, что сшивает вот эти все тела. Ну, а не странно, что то, что не тело, сшивает все тела? Конечно, не странно. Ну как, это... А это вполне нормально. Это из-за разряда, что, знаете, стандартная философская концепция состоит в том, что взаимодействовать могут люди, то есть сущности только одной субстанции. То есть либо протяженные могут друг с другом взаимодействовать, либо мыслящие. Но мыслящие на протяженные никак влиять не может и обратно. Так, теперь, значит, это может быть... Нет, Влад, вот на чем основана вот эта проблема, психофизическая проблема? Как я может влиять или не может влиять на тела? А я не влияет на тела никак. Все, что мы говорим, влияние какое-то приписываем я, это духовное тело влияет на ментальное, на ментальное, на психическое, на психическое, на ментальное. То есть любой акт управления, любой акт взаимодействия, который у нас происходит, которым я только приписываю себе, это не есть действие я. Поэтому все правильно. Я на тела не действует. Я это... и тем более оно не соединяет их в систему. Могу говорить, и сшивает. Сшивает... сшивает во времени. То есть оно сшивает... То есть, скажем так, вот если бы не было я, то в кусты сбегало физиологическое тело, а ментальное тело продолжало бы мыслить, да? И они не были вместе, как принадлежащие одному, одному я. Оно сшивает не физически, сшивает, не взаимодействие сшивает, а сшивает как именно метафизический концепт, который... Вот мы знаем, что это я. Ну вот, а есть более правдоподобная концепция, которым наоборот. Скорее призрачные все эти тела, а достоверно только вот это вот наше я. Вот. И получается так, что... Я нас столь же... Все понятно. Нет, 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 Влад, Влад. Я признаю абсолютно, что есть многие концепции, в данном случае давайте не... А вот есть другая, значит, это неправильно. Ну, здесь вообще нет вопроса. Правильно-неправильно. Нет, не понятно. Просто я хотел сказать, что вы как исходите? Из некого рода опыта. Нам известно, что такое я. И вы пытаетесь своей концепцией найти ему место. Ему место не оказалось. Нет, ему оказалось место. Да нет, Влад. Ему оказалось место. Дело в том, что тот разговор, который у нас был пять минут назад, что для вас место есть только то, что феноменально дано, только что дано в опыте, да? А для меня есть еще многое другое. Ну, скажем, у людей есть концепт абсолюта, Бога, еще каких-то вещей, которые в опыте им не даны. Ну, давайте дальше. Давайте продолжим. То есть обычно, когда начинается... Почему я не одно из тел? Потому что бывают у нас ситуации, когда мы теряем свое я. Ну, скажем, действительно, человек настолько увлечен какой-то деятельностью своего тела, что, вот, скажем, чистая ментальная ситуация. Я мыслю, и я понимаю, что я мыслю. Вот я слежу за своей мыслью, слежу. А потом бац! Я потерял это я, и через некоторое время... Ой, это я мыслю. То есть вот я бывает непрерывно. То есть это значит, это не одно из тел, а это вот нечто какое-то вот такое вот бирочка, которая прицепляет к одному из тел. У этого... И когда делаются концепции на управляющем я, что я это нечто такое вот финально явленное, которое управляет, в этой концепции очень сложно объяснить, а почему оно не всегда действует, если оно я. Почему, когда я с уровня духовного говорю, вот, я, нужно так поступать, а проходит пять минут, и человек с филологических потребностей увидел коробку юбку, коробку юбку и побежал. То есть в моей концепции здесь понятно. Это есть деятельность тел, деятельность тел, и какой из них в конкуренции всяких стимулов и установок побеждает, к тому и привязывается я. Это все равно будет я. То есть свобода нет никакой? Есть свобода. Как она есть? Если действуют только тела? Свобода же может только к я адресовать? Почему только к я? В данном случае... Тела, тела. Нет, я объясняю, как понимается свобода. То есть если духовное тело оказывается настолько сильное, что оно может подавить физиологическое, это мы называем свобода. То есть свобода выявляется на соотношении тел разных уровней. Мы же не о такой свободе говорим, мы говорим о той свободе, о которой я говорю, что... Это и есть свобода. Нет, ну... Мы говорим, а в каком смысле мы говорим о свободе? Что человек ответственный за свои поступки. Да, он ответственный за свои поступки. Он говорит, что какое-то тело духовное... Ну, так естественно, да. Но духовное тело это не я. Не я. Ну, а ответственный я. Без разницы. На это и существует психология... Психо... Экспертиза какая-то? Вот недавно мы обсуждали сознание. Психиатрическое. Не очень понятно, зачем учетверение производить такое. Какое учетверение? Учетверение тела. Нет, не учетверение. Там много сколько... А еще больше. Есть же принцип АКАМа. А в lawyers... Вот, вот, нет, значит, это я еще не дошел. Значит, вообще каждая, то есть в этой концепции, то есть есть разница, есть концепция наращивания тела, то есть скажем, что у человека есть ментальное, дальше наращивается духовное, да, или только психологическое. Но в моей концепции, я еще не дошел до этого, у каждой, у каждой сущности, у каждого человека более узко, есть все тела от элементарного, от элементарного события до высшего тела. Ну, наверное, высшего, я его называю, до высшего. И люди отличаются уровнем. Ну, может, хотелось все-таки еще одно, да? Здесь вопрос, ну вот, скажем так, можем ли мы отличать как разные уровни химические, биологические, между ними еще вставить там протобиологические. Или, скажем, химию и физику нам взять вместе и различать. Это вопрос терминологический. Естественно, что выделение тел исходит из понятия автономности. То есть если, скажем, мы можем автономно выделить физиологическое тело и отрешиться от этих тел, значит оно будет автономным. Как ментальное можем автономно выделить, отличая его от духовного и от психологического. То есть у каждого... Вы говорите о телах, а почему не говорите о функциях? Есть одно тело. У каждого тела есть свои функции, пределы. Есть одно тело обычное, наше человеческое тело. Нет, конечно есть. Много функций? Нет, ну ладно. В данной концепции, основанной на трансреальных концепциях в теле, значит у каждого тела своя функция. Оно автономное, оно занимается только тем, что оно может заниматься, и оно этим занимается, независимо от других тел. Я не понимаю, а как все-таки осуществляется единство всех людей? Сейчас объясню. Вот сейчас объясню. Значит, чем отличаемся мы и разные сущности? Значит, во-первых, есть некий приоритетный уровень. Я у каждого из нас. У кого-то на уровне физиологии, у кого-то на уровне ментальности. И есть некий диапазон, в котором я может перемещаться. То есть, скажем, кому-то не дано подняться на духовный уровень. Он у него есть. Он есть. Он есть у всех. Но просто я туда недоступен, потому что он, скажем, по многим причинам. Ну не буду сейчас так сказать. Скажем, вот у животных есть ментальный уровень, но он не индивидуальный. То есть, есть некая ментальность, но она не индивидуальная. Поэтому одно животное не может подняться на уровень ментальный. Но ментальный уровень есть у животных. Так же и у человека. То есть, скажем, у каждого есть высшее тело, но не каждый индивидуально я свое может туда поднять. Некоторые могут опустить свое «я» на уровне физиологии, как в йоге, то есть определенными практиками можно как расширять этот диапазон определенными практиками и сдвигать его вверх. То есть, действительно, практика йога – это не что иное, как целенаправленное смещение «я» на нижний уровень физиологии, когда ты можешь, тебе феноменально даны не только твоя психика, ментальность, а еще даны твои органы, ты, в принципе, ими можешь как столом управлять. Ну, как из вашего описания «я» то что такое? «Я» – это точка, с которого в данный конкретный момент действует одно из тел, приоритетов. То есть, скажи, вот вся система, вся система, система человека, она в каждый конкретный момент выполняет какой-то акт. Вот акт, вот этот, он приписан к «я». То есть, мы вынуждены приписывать все, что бы мы не делали, то есть, это сохраняет нашу целостность во времени. «Не, ну я могу приписать себе акт, который я даже не совершал, но я могу сказать…» «Нет, не можете, да, ну вот феноменально вам даны, то, что вы совершили, то я не говорю, что кто-то вам что-то сказал». «Нет, вы говорите, приписывает, ничего я не приписываю, я просто совершаю это, и они ничего не приписывают». «По факту, давайте не будем спорить, в данной концепции по факту совершает тело, стучит физиологическое тело по столу, мыслит мое ментальное тело, орудует некими духовными понятиями и находится там где-то в медитации духовное тело». «А вы только свидетельствуете, да?» «А я, я действительно…» «Что происходит?» «Наша психика устроена так, что мы… Нет, вот скажем, отдельно действия и отдельно я. Оно как бы… Это единство. Но чем хорошо…» «Оно отделено от всех тел». «Конечно». «Но как вы отделили-то его? Значит, оно как-то…» «Оно говорит…» «То есть, может быть, вы говорите, что всегда единство, а тем не менее отделили его. Субстантивировали тем самым». «Да, да, да, субстантивировали…» «То есть, ну, здесь несколько…» «То есть, вот скажем, я – это вот уровень я. Вот есть все тела, все тела. И вот конкретно, вот сейчас я выполняю какой-то акт психического тела, некий акт психического тела выполняется. И вот это есть точка я. Выполняет… Любой акт делает тело. Мы не можем приписать телу я какие-то… Тогда мы должны как действовать? Либо мы… Есть такие концепции, что вот я – это вот духовное. И вот то, что вот… Или валящее. То есть, ну, где-то вот здесь есть тело воли. Иногда, кстати, у Гуджиева оно с духовным соединением. «То есть тело воли еще и само по себе воля?» «Само по себе тело воля». «Воля, то есть это не то, что как бы мы напрягаемся и…» Ну, мы напрягаемся. Напрягается одно из тел. То есть, как напрягается… Как-то мы напрягаемся. А у вас за тело напрягается. Ну, ладно. В том-то и дело. Ну, вот когда я напрягаю свою мышцу, это… С одной стороны феноменально дано, что это напрягается физиологическое тело. Это акт физиологический, конкретно. Да. Вот. Но при этом, поскольку мое внимание сейчас сосредоточено на этом, это и есть я. Я это делаю. Я. Делает физиологическое тело, но приписываю, я говорю точно так же. Поэтому я говорю, что я волит. Понимаете? Не тело какое-то еще отдельное волит, а я волит. А когда я волит, а физиологическое тело мне подчиняется и пошло налево. Ну, бывает такое. Бывает. Значит, уже не я пошло. Нет, не я пошло. А, вот очень хорошо получилось, что то, что волит, то, что хорошее, это я, а то, что налево пошло, это не я. И, естественно, наше я находится в неком противоборстве с телами. Естественно, тело хочет кушать, хочет туалет сходить, заниматься телами какими-то. Так в моей концепции, я, у вас, я хорошее. Не, у меня не я, у меня просто я, на самом деле, который управляет всем этим процессом. Вот, управляет. А у меня управляет и это управляет, и это управляет. У вас просто вообще нет, ни я, ни субъекта, ничего нет. У вас есть какие-то тела, которые непонятно, как живут, какой-то бессознательной жизнью. А я так просто мелькает как-то между ними. Да не мелькает, это любое действие тела, это действие я. Так у вас же не так. И так. Непонятно. Вот теперь давайте... Даже концентрированный, как-то непонятно. Вот у нас ясно, что я может быть концентрирован на любом из тел. А может быть так, что вот захотел мужик перейти сразу же с физиологического тела на духовное. Пришел... Ну есть, у него есть, если тебе позвонить. Духовное, потом вернулся обратно-физиологическое, шмяк, а там баба. Да, конечно. Можно быть. Ну как, конечно? Ну это описывает наша обычная ситуация. То есть мы, нас бросают... Где мы, какой... Был мужика, сходил он в духовное время, вернулся баба. Да, все правильно. А, в смысле баба женщина из-за? Нет, физиологическое тело уже не поменялось. Никак не получается. Нет, физиологическое тело остается физиологическим. А это бывает на другом. Это знаешь, как у Толстого. Помните, Пьех Безухов вдруг обнаруживает, что он жених Элен. Он реально ни сном, ни духом, что называется. Но он просто вернулся и обнаружил на этом уровне, не знаю, какой это уровень, кстати. Теперь, значит... Маленькое замечание можно сделать? Да, конечно. Просто как бы с точки зрения чисто философской, по конструкции, не может быть никакой сущности соотноситься с телами, если оно само не тело. Взаимодействовать могут сущности одного порядка. Сущность... Все. Поэтому вашего явления конструкции быть не может. Влад, полностью с вами согласен. То есть есть животное, которое конкретный момент взаимодействует, либо физически, либо химически, либо физиологически, либо психологически. И взаимодействует, либо внутри какого-то тела, либо с внешними предметами. Но при этом концепта «я» нет. Потому что оно не осознает себя. Мы не можем... Где-то даже есть собаку, если она что-то нашкодила, и к ней подходишь, и начинаешь с рукой... Она понимает, что это она. Значит, у нее есть тоже концепт «я» какой-то. То есть это... Ну, не я действовало, а ее физическое тело действовало. Но она тоже действовала. То есть я... Вина-то есть? Конечно, есть. Ну как, вины нет? Булат. Действовало тело... Ну, Булат, у нас разница только в том, что вы считаете, что кроме фенологической данности нет ничего. Я считаю... Нет, мне в этом разница. Теперь я вот пытаюсь понять, где это «я» расположено. Нигде оно не расположено. Но оно же у вас отделено... Оно не... Вот любой... Вы когда объясняете, оно отделено от тела. Да оно, естественно, не тело. «Я» — это не тело. Значит, его в этой конструкции вообще нет. Потому что там только тела. Хорошо. А в вашей конструкции... Значит, вот здесь где-то есть орган, который есть «я». Нет. А где оно? «Я» — это на самом деле. Оно физическое «я» у вас, да? Это самосознание. То есть я... Ну, я... А что такое самосознание? Я же не обсуждаю в терминах «тел». Есть некая феноменальная данность. Ладно, хорошо. Мы это уже не будем... Это другая. Десятый курс. Давайте я заканчиваю. Конечно, другая. Вы это не показали. Вот, конечно. Вот. Теперь, значит, есть некая проблема с этими телами. Это проблема, в принципе, всей философии современной. И это вечная антология. Как рисуют? Рисуют некую молекулу. Внутри клетки. Клетка внутри органа. Орган внутри человека. То есть вот эта вложенность. Можно сказать, что есть некое физическое тело, химические тела, клеточные тела. И когда рисуют в картинках, на эзотерических всяких картинках, так и рисуют, что вот есть человек, это его физиологическое тело. Вот вокруг него рисуют, скажем, ментальное тело, вокруг него астральное тело, а вокруг него духовное. То есть мышление идет по типу пространственной матрешки. Но у нас здесь получается лажа. То есть если мы можем еще физическое, химическое, физиологическое еще друг друга строить, то дальше мы должны сказать, а где же тело, которое вот в этой иерархии тел, скажем, психическое. В этой иерархии мы должны представить, что следующая иерархия будет это вот эта комната. То есть молекула, клетка, орган, мое тело. Дальше иерархия – это комната. И разобраться в единстве тел и разобраться вот этой иерархии нам, естественно, помогает событийная антология. То есть когда мы берем наш универсум событий и рисуем кучу-кучу событий. То есть вот это вот, скажем, продолжается туда и туда, соответствует высшему вот этому телу. То есть вся совокупность высшего тела – это весь универсум наших событий. То есть если мы берем физиологическое тело, то оно фиксируется на неком потоке событий. Психическое тело фиксируется на другом потоке событий. Ментальное тело – на другом потоке событий. Но при этом, при этом, это один и тот же поток. В чем их единство? У нас нет, они, это вот, как я нарисовал, можно было представить, что вот есть некий орган физическое, а есть некий орган психическое, а есть некий орган ментальное. И тогда между ними связи никакой. Как они? Но если мы представляем, что это различные сущности, реализованные на разном потоке событий, то тогда понятно, что вот этот поток молекулярный, который вот здесь идет, этот же поток формирует и наша ментальность на том же молекулярном потоке. Но гораздо сложность распределена ментально на большем потоке событий. И когда мы говорим о возможности перемещения между телами и поднятия «я» на высшие тела задействованы, это значит, что мы свою сущность, как человека, расширяем на потоке событий, увеличим свою темпоральную сложность и этим можем как бы захватить больше наше тело. Сила все даны, мы можем до любого достать. Хорошо, Саша, но сущностная разница между событиями проводится? Нет, в том-то и дело, что если мы... Между сущностной разницей между событиями, чистого мышления и всеми прочими. Да, вот я поясню сейчас. Вот легче всего это пояснить вот на уровне химии и жизни, да. Вот мы... Я продолжу дальше. Вот если мы возьмем... Вот будем смотреть вот в таком уровне событий, мы заметим только взаимодействие химических клеток. И вот если вот эту нашу щелку будем двигать вот по этой событийному потоку, мы там увидим только химию. Только химию. Мы жизнь не увидим. Но если мы возьмем вот такой, то есть вот те же набор неких химических событий, там только химические, да, вот возьмем на таком, мы увидим живую клетку. Поэтому, то есть, это основной принцип событийной антологии. Нет специфических событий. Специфичность выявляется на большом потоке событий. Ну, скажем так, банальный пример, чтобы для того, чтобы определить тональность, нам нужно как минимум три ноты. Вот мы берем на двух нотах, мы тональность не определим. А где там тональность? Нету тональности. Так вот, точно так же, если мы возьмем наше действие нейронов и вообще все наши физиологии на уровне метаболических взаимодействия клеток, там ментальности нет. Она не определяется на этом потоке, вот когда мы его выделяем. А она определяется на гораздо большем потоке. Ну, вот. То есть, специфичность, она определяет, как же, рейтинг. Я бы справедлив, если бы ты смог определить ментальность на физиологическом плане. Вполне возможно. То есть... Но ты этого не можешь. Нет. Почему? События. Нет, вполне возможно. Скажем, если я возьму поток химических событий, поток химических событий, мне даны, скажем, только данные о химии. Современная наука считает, что мы можем для поток химических событий определить физиологические события. Вот. И если я... То есть, я хочу сказать, такой мысль провести. Если я возьму... То есть, я могу некими средствами анализа этого потока выявить, это принадлежат эти события жизни или не жизни. Это другой вопрос. Нет, то же самое. Тот же самый вопрос. Физиология определяется химией. И точно так же. Я могу сказать, что если я могу на неком потоке событий... Можно сказать, что ментальность определяется физикой? Нет. Нет. Не определяется она физикой. В том-то и дело, что она не определяет. Вот как жизнь не определяется химией, так и... Физиология определяется химией? Определяется. Не определяется. Определяется. Не определяется. Не определяется. То есть, если бы... То есть, что-то новое в науке. Нет. Это вполне. То есть, если я возьму физиологию на... Химию, да? Если я возьму... Вот буду исследовать наш организм на уровне химии, я не найду там жизни. Правильно. Но она не определяется. Мы находимся на уровне жизни, а потом вспоминаем про химию. И вот мы находимся на ментальном уровне, и что мы вспоминаем? А мы вспоминаем процессы, события, метаболические процессы взаимодействия клеток, миллиардов клеток. И вот, скажем так, если я возьму, вот у нас есть мозг, скажем, обезьяны и мозг человека. В данном случае, кстати, не факт, что мозг. То есть мозг здесь совершенно не важен, здесь есть поток событий, взаимодействия каких-то сущностей. Каких-то событий, да? Вот, если мы начнем, выделим, скажем, некий промежуток времени, начнем анализировать эти потоки событий, то на некотором промежутке времени мы не найдем разницы между обезьян и человеком. Не найдем. Сколько мы там не тыкали, это будут одни и те же процессы. Да и нету разницы. А вот если мы возьмем вот на таком, вот там вся сложность, которая наша ментальная, она распределена во времени. То есть это мой концепт. То есть поэтому, если мы анализируем мозг просто как состояние его, там нет ментальности. Нет. Мозгу, вот взятым как физический объект и находящийся в некотором состоянии, нет ментальности. Точно так же, как прослушав одну ноту, нет тональности. А чего? Значит, в моем теле химии нет, что ли? Химии есть. Ну, а в нужду ментальности нет? Нет. Так что, ни в нижнейшем уровне есть, а верхнего нет. Нет, но у меня и наоборот, у меня и химия, и тело, и физиология, и все как бы... Ну, ладно, Александр, давайте я, чтобы долго не... Еще раз, еще раз повторю этот концепт, что каждая из этих тел, во-первых, как влияют. То есть если в обычной концепции, то есть в вечной нотологии, мы никак не можем понять, как ментальность может влиять на физиологию. Здесь понятно, что большая система, темпоральная система, ментальная, внутри ее физиологическая система, но на одних и тех же событиях. И если каким-то образом перестраивается ментально, то может быть влияние на физиологическое. Ну, это же неправда. Ментальное событие не стоит в одном ряду с событием химическим. Они не стоят вообще ни в каком ряду, потому что ментального события такого нет. Тогда в чем смысл этого объединения? Оно есть только на уровне ментального. Это, кстати, важное замечание, что у вас непонятно, что только события. Мы-то знаем, что есть ментальные события. Нет, это единственное, что не надо определять в антологии. Ну, события, что такое определяют... Да, это сложно. Как же, как нельзя определить, что такое точка в пространстве, так и что такое событие. Дело в том, что просто феноменально для нас понятие ментальных событий вполне очевидно. Беру свои слова обратно, если что-то вряхну, что нет. Естественно, оно есть, но оно не есть, ну скажем так, есть биологическое событие деления клетки, есть биологическое событие, но оно не есть химическое событие, оно реализуется на потоке химических событий, но оно не есть химическое событие. Точно так же, ментальное событие есть, оно реализуется на потоке других событий, но оно к ним не сводится, оно не есть физиологическое событие. Самое интересное, что у вас получается каждый раз срезы разные, у вас не на нише как-то основывается, у вас каждый раз разные потоки. Нет, 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 поток событий один. А только по событиям один, но срезы каждый раз разные. Срезы каждый раз разные, в зависимости от того, какое действие происходит. Ментальные события никак не соотносятся с физиологическими событиями, это вообще как бы просто из разных мероприятий. Как они могут быть в одном ряду стоять, я не понимаю, чтобы они охватывались, они должны стоять в одном ряду. Нет. Ну так как же, а что значит тогда слово охватывается? Не получается ли так, что на самом деле словом событий вы прикрываете, что на самом деле виды-то разные, они фундаментально не сводимы друг к другу никак. Как химический событий. Но это мы знаем, а как вот здесь концепт? Нет, вот смотрите, давайте, вот у нас поток неких элементарных событий. Нет потока элементарных событий. А это каких? Элементарных событий. А это какие? Значит, скажем так, уровень элементарности можно выбрать произвольно. Договоримся, что это химический, договоримся, что это биологический. Это я понимаю, но это означает, что когда я выбираю уровень ментальных событий, то в череде ментальных событий, химических событий нет. Нет, нет, нет. Тогда что означает выражение? А что ментальное, а как химические? Метаболические события взаимодействия клеток. Ну или химические. Допустим, химические. Допустим, это химические события. Значит, вот это событие, вот это событие, вот это событие, они вместе образуют, скажем, некое действие клетки. Ну, то есть несколько событий образуют некий акт клетки, да? То есть вот это событие, это значит еще какой-то акт. То есть это вот некие сущности, которые образуются на этих событиях. Так, вот это мы можем применять как одно событие. Поскольку некое сущность. И вот это мы можем применять как одно. Так вот, вот это событие уже будет ментальное. Ну, скажем, или биологические, химические, это биологические. Либо это метаболические, а это уже ментальные. Там шире. Потому что шире, потому что они, скажем так, я не говорю, что это именно ментальные. Я говорю, что на каждом потоке событий, если есть некая сложность, структурность, то некую проявленную структурность мы можем, ну, скажем так, вот есть поток мелодии, да? Александр, ну раз не все правильно говорить, только это же редукционизм. Нет, как раз это не редукционизм. Это редукционизм. Хорошо, редукционизм. Хорошо. Скажем так, что мы на потоке, вот можем, скажем, расставить мелодию, да? Как звуки, да? Набор звуков, да? Вот. А можем рассматривать как смену тональностей. События. Смена тональностей, смена тональностей, смена тональностей. Так вот, для того, чтобы разглядеть смену тональностей, мы берем вот это. Вот это была одна тональностей, это другая тональностей. Вот это тональные события, а это звуковые, нотные события, да? А они одни и те же события. То есть это же, там других событий нет, кроме вот нотных. Тональность образуется на нотах. Это плохой пример, потому что это хотя бы событие одного порядка, ну, то есть одной природы. Нет. Ну как нет? Ну как, тональность, это же не нота. Тональность. Но без ноты нет тональности. Да, точно так же. Ну, здесь же вопрос в том, что здесь мы, здесь мы смотрим со стороны. Но когда мы говорим о нотальности, мы находимся либо здесь, либо здесь. Нам не дано это сравнение. Мы видим только, вот ментальные события, ментальные события, это некие события, сформированные на физиологических событиях на большом промежутке времени. Мы смотрим как одно событие. Что это значит? Совершенно голословно, Александр. Потому что, слушайте, ну, сами же говорите, что если бы это было правда, то, что вы говорите, то нам можно было бы привязать мысль к определенному процессу в мозгу. Нельзя, в том-то и дело. Как будто бы показать нельзя. А по вашей системе должно быть. Дело в том, что, что значит привязать к какому-то процессу. В нашем редукционистском, в вечном, это значит выделить вот здесь наша мысль. Вот нету. Да нет. Зачем? Во времени она. Зачем? А где? Кто сейчас исследовал процессы во времени? Нет, никто не исследовал. Просто другое задать на самом деле. Вот эти события мыслей являются не физиологический набор каких-то там событий, а это содержание мыслей. Мышление – это содержание мышления. Да, 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 все правильно. События являются содержанием мышления. То же самое я могу сказать про клетку. Деление клетки – это биологическое событие, именно как содержательное. Но описать, что такое деление клетки на химическом уровне, нельзя. Поэтому вот такого, как вы вверх показываете, такого нет. Такого расклада вверх, это так, чтобы из элементарных событий складывались сложно, и это невозможно делать. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. На элементарных каких-то возможно, но когда мы дойдем до мысли, допустим, мы просто... Я утверждаю. Нам невозможно. То есть почему у нас возникает стопор? Потому что здесь вешивается именно концепт «я», который находится вот на этом уровне. И он не видит этого следующего уровня. Вот то, что я, то, что мы... Поэтому мы говорим, ну как же? Ну как же? Это совсем другое, чем... Конечно, другое. То есть здесь, наверное, очень... В смысле, как путы, мешает мыслить, привязка к ментальному, как к чего-то нам данному. В любом случае, нужно исходить с такого представления, что любая сложность, возникшая на предыдущей сложности, это есть некая конфигурация событий предыдущего уровня. То есть, когда мы говорим о химии, мы говорим, там те же физические процессы. То есть, если мы возьмем вот это взаимодействие, элементарное взаимодействие частиц, и на нем будем смотреть, там нет никакой химии. Химия возникла, как конфигурация вот этих событий. Молекула возникла... Александр, можно еще маленький опять же? Нет, я не понимаю, вот о чем спор. Александр говорит, абсолютно справедливые вещи. Да, кто же спорит? Нет никаких претензий. Как нет претензий? Миллион претензий. Миллион претензий. Подожди. Ты можешь... Ну, я могу сейчас просто претензий. Да, договоримся, да. Он абсолютно... Я, как биолог, это подтверждаю. Абсолютно справедливые вещи. Более того, я хочу сказать, что это достаточно тривиальные вещи. Он просто на это дело накрутил еще вот... Темпорарные сложности. Некоторые вещи, да, вот типа темпорарные сложности придумал, да? А на самом деле это тривиальные, и там большинству биологов, физиков это знакомые вещи, так тривиальные именно, да? Ничего тут нет. Вопрос возникает, зачем? Нет хуже третьей философу, что это тривиальные вещи на уровне физики. Ну, и биологии. Это нет хуже претензий. Я даже могу уже дальше ничего не говорить. Слушай, подожди. Я объясняю важный момент. Что вот эти претензии, которые вдруг стали возникать, непонятно, они несправедливы, потому что вещи тривиальные. А все претензии состоят? Я пытаюсь философские претензии предъявить. Да нет, предметы философские пока. Предметы философии начинаются тогда, когда возникает вот высший уровень, ментальный, понимаешь, необъяснимый. И вопрос заключается... Необъяснимый, когда химия его нормально конфигурирует. Не конфигурирует. Вы говорите противоположные вещи. Игорь, дослушайте. Давайте, дослушайте еще раз. Можете дослушать или нет? Вот до уровня ментальности тривиальные вещи сказал Александр. Так? Вопрос возникает. Можем ли мы это продолжить на уровне ментальности? Я утверждаю, что доказательно это продолжить нельзя. Это есть некая гипотеза Александра. Но вполне объяснимая. Почему мы не можем продолжить на уровень... Логически не можем продолжить на уровень ментальности. Вот эту тривиальную картинку. Потому что нету более высокого уровня пока у нас, чем ментальности. Но когда он появится, мы сможем сказать, прав Александр или нет. Но Александр есть духовный там. Да. Но он же есть. Понимаете? Ну, в принципе, когда человек перемещается на высшие тела, его мышление становится совершенно для него, можно сказать, феноменальным. Он спокойно им управляет. Так же, как мы управляем своим физиологическим телом. Да, это, кстати, философский вопрос. Атман есть Брахман. Это разве не философия? Нет? Философия. Вот это то, что примерно сказала Александра. Ты просто не хочешь слушать. Это какие-то свои представления о философии. Да нет. Атман и Брахман... Булат, я заранее отвечу. Потому что здесь разные антологии. Разные антологии. Нет, просто возражение будет чисто философское. И при чем здесь разные антологии? Дело в том, что у вас предпосылка состоит, что мир един. Что все, в принципе, как бы находится, нечто является одним. И что можно как бы из высшего в нише так двигаться, и все однородно. Но есть претензия. А может быть уровни не сводимы друг к другу, они не однородные. Нет, была. Если это так, то вот это вот всякое... Конечно, конечно, все перечеркиваю. Поэтому здесь основной-то вопрос именно и был, что в вечной антологии, вот когда я рисовал... Не причиняясь в вечной антологии. Вещ, вещ, вечной антологии. Мы вынуждены остановиться вот на этом уровне, на физиологии. И дальше мы не можем иерархию продолжить. Мы понимаем эту иерархию, что из чего состоит. И поэтому, поскольку мы не можем дальше изъясниться, мы вводим две субстанции. Духовную и физическую. И поэтому, действительно, вечной антологии у нас имеется две. Да, действительно, мы не можем свести. То есть в данном случае, как бы, ваша претензия, мой ответ именно на вашу претензию, то есть решение этой проблемы. Нет, претензии еще нет, потому что у вас редукционизм. Я точно так могу свести, что все из бытие. Понимаете, у вас сказать, что все из события... Как это слово? Это на словах. Смотрите, на самом деле, все из бытие, потому что это все, что... Ну, это ничего. Это не... Нет, подождите. Я возьму другую параметру. Все из цвет. Или, допустим, все из... Нет, 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 ну, было. Ну, это не надо применить. Да нет, просто я еще раз объясняю, что, как бы, вы думаете, что если вы из вечной антологии перешли во временной, то совершили редукционизм, который надо, во-первых, доказывать. Я не совершил редукционизм. Мы совершили редукционизм. Мы свели, как бы, некое многообразие изначально в опыте нам данных, которые еще надо доказать, что оно сводимо в единую шкалу, сводимо в едином пространстве. А может быть, оно не сводимо в едином пространстве. Это просто объекты, которые, в принципе, невозможно сравнивать. Они из разных миров. Ну, почему, если вы трансмиссиональный какие-то изучаете практики, то так же, в принципе, могут быть несоизмеримой принципы, они проникают друг к другу, они никак не взаимодействуют. Ну, в данном случае разговор такой. Вы говорите, что вот есть наша современная философия, которая так вот есть. Да, и при этом мы знаем, что в ней есть проблемы. Так вот, вот это супротив современной философии и попытка решит проблему. Нет, вы говорите. Я так не говорите. Нет, именно так и говорите. Нет, я не так говорю совсем. Я говорю, что вот ваши концепции, которые вы предлагаете, есть проблема, которая состоит в том, что вы предполагаете... Конечно, 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 это проблема любой философии, Влад. Предположение неких начал, это как бы, вы знаете, у вас в философии есть недоказуемое начало, вы знаете, ваша философия пока... Еще раз, я же не об этом говорю, я просто говорю, что вы так вот все красиво рассказываете, но для того, чтобы эта концепция имела место, нужно сначала обосновать вот это как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, простой факт, но это нуждается в основании. Мир неоднороден, быть может. Мир на самом деле не нужен. Это же не философская концепция, это, естественно, научная. Ну, в как, в большей степени, с точки, вот, если именно кто-то как... Это, естественно, научная гипотеза, да? Игорь, я не понимаю, то есть, Влад, вот, наши с вами, это все понятно, мне вот с Игорем больше интересно, что такое понятие свадимой или не свадимой, да? Почему мы можем и не можем свести ментальность? Александр, ну, все очень просто, вот смотри, ты сам как аргументируешь? Значит, у тебя, мой вопрос был какой? Мой вопрос был, за счет чего обеспечивается единство вот всех этих тем? Мой ответ был на то, что это реализация на едином потоке событий разной темпоральной сложности. В едином потоке событий, стало бы, я спрашиваю, что это за единый поток событий, в котором? В этом едином потоке событий. Ряда положено. Ряда положено. Иначе это не единый поток событий. Отвечай, мне ряда положено. А чего они? Нет, нет. Никакого мозга нету, есть совокупность событий, правильно? Ну, это не удовлетворит ответ. Игорь, вот это, допустим, это физические события, и они рядоположены. Вот физические события рядоположены. На этом ряду есть химические события, и химические события рядоположены. То есть надо нарисовать, на самом деле, несколько параллельных. Но при этом понимать, что вот события на следующем уровне, это некое автономное, а это есть конфигурация предыдущих. Ну как, молекулы... Это не называется редукционизм. Да, да, да. Редукционизм. Ну, ладно, Булат, хорошо. В плохом смысле, в самом плохом смысле. Согласен, Булат. Согласен, редукционизм. Редукционизм. Это хоть в лучшем смысле слова. Вот это химическое слово. Нет, хорошо, тогда я понял. Тогда значит, это просто плохая метафора, которая вводит в заблуждение. Это не плохая метафора, это центральная метафора, и которая, в принципе, есть концепции в квантовой механике, физик занимается, что весь мир состоит из потока неодновременных событий. Что вот то, что мы видим одновременно, то есть это всего лишь конфигурация этих событий. А вот эта метафора, поток неодновременных событий, а мы их конфигурируем. Вот некая конфигурация этих событий, облигает молекулы, некая конфигурация вот этих, облигает клетки. Но если мы ткнем в эту клетку, мы ничего в физике там не найдем. Это вообще с Куршенко мы существуем. Это ничего с Куршенко. Ну хорошо. Позвольте мне выразить свое впечатление. Я в шоке абсолютно. Почему? Господа. Булатачев это рассказывает. Тут, по-моему, по крайней мере пару лет, и вы ни хрена не въехали. То есть абсолютно. Я в шоке. Ну это нормально. Ну это нормально. Я пребываю в этом шоке. Но вы вообще не въехали. Да, да, да. Я в шоке. А я в шоке, на самом деле. Я уже это знаю, уже знаете, вот так сверху донизу, вот так вдоль и поперек уже. Почему такие глупости? Я не глупости, да я революции. Я гарантирую, Игорь, подтвердит, что ты не знаешь. Несколько моментов. Александр, я не буду мериться там органами, понимаете, потому что это исполнить. Да нет, я же просто не знаю, что это исполнить. Это мое ощущение, но моя и все возможящее. Нет, Влад, это не к чему. Я могу вам сказать, что не только здесь философии нет, здесь даже мысли нет. Хорошо, подожди, а зачем тогда это все? Вы задайте себе твой вопрос. Мы обсуждаем. А по-моему, вот это вот в значительной степени благодаря вот твоим вставкам вот таким, которые абсолютно разрушительные. И люди после этого... Ну ладно, давайте гибнем. Игорь. Ну я в шоке, действительно. То есть, вот здесь идет, что нам не позволяет перейти в иерархию от вложенных вещей, вот, то здесь нам позволяет эту иерархию построить на потоке событий. И непрерывно, вот когда мы вот на физиологии затыкаемся в вечной иерархии, то здесь она продолжается точно так же, как мы, когда мы говорили, что, про редукционизм. Молекула состоит из элементарных частиц, клетка состоит из молекул. Вот это вот такой редукционизм, да, но здесь разница это именно в том, что здесь-то это все реализовано на потоке событий. И эта логика, логика не нарушается при переходе в следующем уровне. Психическое событие, это есть событие... Я понимаю, я тогда здесь... Он состоит из элементарных событий, такой из молекул состоит. Понимаете, какая штука? А тогда, насколько я понимаю, ты говоришь о чем? Ты говоришь о том, что вот у всей этой иерархии, у этой всей иерархии, есть материальное, а основание... Нематериальное. Это нематериальное. Ну, просто я в данном случае употребляю материальное. Почему? Потому что, смотри, это объясняет вот это вот соответствие конфигурации, конфигурации, да? Оно, по твоему мнению, что объясняет? Оно, по твоему мнению, объясняет, почему можно перемещаться, как бы, по этой иерархии, вверху... Оно объясняет, во-первых, связанность тела. Да. Связанность. То есть, если у нас вечная антология, есть разрыв в объяснении? Есть разрыв. Например, вынуждены вводить две субстанции, которые они сводили, и решать, как они сводили. Здесь они сведены. Игорь, он оходит... Основной вопрос философии, то есть этот самый, материальный, идеальный. Нет, его нельзя обойти, ребята, смотрите, ребята, это совершенно нельзя обойти. Почему? Потому что, вот это все-таки не то же самое, что это. Не то же самое. Вот и все. Поэтому я опять задаю вопрос. Вот если мы возьмем вред с вредней, Т1, то вот этого не будет, а будет только вот это. Ну, так вот и все. И все правильно. Хорошо. Тогда я опять задаю вопрос. Откуда берется единство всей этой этажерки? Потому что они от них в своих событиях состоят. Нет. Они состоят не из одних и тех же событий. Я вас уверен, что все, что Игорь говорит, это я говорил и 10 минут назад. Ну, конечно, нет, конечно. Конечно, нет, конечно. Я больше всего поражаю. Говоришь, говоришь то же самое, Игорь теперь разражает просто... Ну, Игорь, ты тоже не понимаешь. Потому что не въехал тоже. Ну, конечно, не въехал тоже. Игорь, когда ты сказал, что по поводу материального, да? Вот. Тональность относительно мелодии, она материальная? Да. Ну, нет. Вот ментально точно так же построена, как тональность на звуковых событиях. Я понимаю, почему ты говоришь, что это не редукционизм. Потому что набор нот не дает нам мелодию. Но я спрашиваю, что дает нам мелодию? Что дает нам вот это вот единство, которое позволяет конфигурировать следующий пласт? Это дает то, что когда мы берем кристалл, мы видим, что его некое единство, это его структура, да? То есть определенность некая. Вот. Я спрашиваю, откуда берется структура? Структура берется. Вот у нас есть объект, да? У которого есть элементы. И между этими элементами устанавливана какая-то фиксированная связь, да? Так вот, эта связь может быть двух родов. Это может быть кристалл. Это может быть кристалл. И это может быть мелодия. То есть это структура в пространстве, а это структура во времени. И они, в принципе, и эта система, и эта система. Так вот, системность, она распределена во времени. Она не фиксируется в моменте времени. Да какая разница? Ты спрашиваешь, откуда берется... Совершенно верно. Вот это, это система реализованная на большом потоке событий. Нет, нет. То есть так же, как тональность, это система реализованная. Сейчас, пожалуйста, услышь меня. Давай. Для того, чтобы возникла мелодия, ноты, конкретные звуки, должны быть расположены в определенном порядке. Откуда берется этот порядок? Он берется не из нот. Да, да, да. Откуда? Значит, отвечаю, отвечаю. Это одна из основных фишек этой событийной антологии. То, что система верхняя, верхняя, точно так же, как система и пространственная, конфигурирует не только себя, но и элементы. То есть, даже вот в тот пример с мелодией, откуда взялась мелодия композитора? Это значит, что у него, ну скажем, не ментально, духовно, была система построена изначально на каком-то потоке его событий, и он редуцировал ее в структуру из нот. Вот, точно так же, не молекулярные взаимодействия делают клетку, а есть клетка, которая структурирует химические взаимодействия внутри себя. Нет, я понимаю. То есть, верхняя система. Да. Я отвечаю, что есть всегда нисходящая причинность. Нет, нет, нет. Ты говоришь ответ на другую вопрос. Нет, 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 тот, я говорю. Что это? Есть нисходящая причинность. То есть, скажем, всегда наличие верхней системы, более распределенной, конфигурирует события на нижней системе. А теперь спроси, откуда берутся верхние системы? А вот, 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 вот. А интересно. Мы там должны признать наличие... Да. И в результате получается у Саши матрица динамическая. Ну, можно и так, мы давно это обсуждали уже. Один из вариантов... Это другой уровень. Это другой уровень. А по моим понятиям это просто теологии или там... Ну, надо сначала въехать вазы, а потом уже обсуждать концепт. А оказывается, никто ничего не понимал. Вообще не отъявляет. На ламуру въехал. Клетки. То есть, последствия структура определяется на ней самой. Саша, ты говоришь ответ на мой взгляд на другой вопрос. Почему? Потому что ты говоришь, что эта структура транслируется по некоторой иерархии. Тем самым ты вообще объясняешь, в чем смысл этой самой иерархии. Потому что верхний уровень задает структуру ниже лежащего. Да. Окей. Я это готов понять. Но мой-то вопрос состоял в другом. Откуда берется сама просто структура? Ты киваешь, что она у меня потому что сверху пришла. Но это не ответ. Нет, это не ответ. Дело в том, что это другая тема. Другая тема, которая называется эволюция и инволюция. Редукция темпоральной сложности. Это отдельно. Уже был доклад, нужно еще сделать. То есть откуда берется новая сложность, это отдельная тема. Она действительно, это очень сложная тема. Во-первых, вот это все возникло, возникло. И вследствие попытки решить эволюционную проблему. То есть откуда берется новая сложность. Так вот новая сложность всегда. Под новой сложностью мы понимаем пространственную сложность. Некую новую пространственную структуру. И она всегда берется при формировании новой темпоральной сложности. А темпоральная новая сложность формируется за счет дивергенции пространственных. Но это вот отдельно такая, то есть это разработанная, это уже разработанная конфигурация. Откуда она берется, это отдельный вопрос, но она есть. Даже 4 года назад я написал лицейку. Иначе говоря, подразумевается, что все состоит из элементарных событий, возникает из элементарных. Понимаете, логически, то из чего возникает нечто, то тем самым к этому и редуцируется. Да, было. Значит, только маленькая разница, когда я говорю, что все состоит из элементарных частиц, я всегда упираюсь до уровня физиологии. Выше не могу подняться, потому что... А вот в этой концепции все состоит из элементарных событий, я могу еще и дальше продолжить. Я могу интерпретировать ментальные события как набор событий, а не из электронных их собираем. А я могу как бы... Можете, согласен. Что как бы все свести к числам. Можете. И все свести к числам. И она будет точно такая же, как и ваша. Конечно, может. Потому что это голое метафизирование, без всякого основания. Чтобы оно имело основания, надо сначала эти основания предъявить. Да. Значит, для завершения этого разговора, значит, еще раз напомню, что есть энное количество людей, которые въехали в событийную антологию и занимаются ею на уровне организации систем бизнеса. Из-за кризиса застоплилось. У меня два проекта было на уровне НИРа. И, в принципе, есть подозрения у меня и у людей, которые занимаются, что если будет создана именно во времени система на новом языке программирования, что это, может быть, воплотить и в железе. Возможно. 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 То есть это не моя фантазия. Люди ко мне обратились и пытались вложить деньги. Ну вот, отложился до весны из-за кризиса. Но там разработки уже до ТЗ. То есть на одном уровне событий, то есть, например, про программные события. Вы можете... Да, да, да. Но туда уже никак психические события не внести. А вот этот вопрос можно или не внести. Где остановиться? То есть, когда мы говорим об атомах, у нас... Еще раз говорю. Для того, чтобы ментально внести, если не придираться к вашей концепции, надо же попытаться редуцировать к этим событиям более... Ну, то же самое, как и жизненные вести. Нужно редуцировать к химическим. Здесь нет разницы никакой. Нет, но это же базируется. У вас вся концепция базируется, что сверху донизу одна и однородная система. И можно вверх и вниз двигаться. Но это не так просто. Есть такая версия, что это не так. Есть такая версия, что не так. Опыт показывает и физики, опыт и химии, и прочее, что это не так. А опыт человеческого существования показывает, что определенными практиками человек может смещать тот уровень и опускаться на физиологический, а еще ниже даже на физический, проходить сплоть стены. Или подниматься туда, когда для него вот это все превращается в пространственно явленное и от времени. Ну, я еще раз говорю, у нас есть опыт и в сумасшедшем доме люди себя... Ну, понятно, но это... Так что... То, что вы говорите про опыт, это как бы их слова о том, что они готовы... Ну, Влад, не будем опускаться... Я просто к тому говорю, что это не опыт, понимаете? Нельзя так апеллировать к опыту, что они... Это их опыт. Куда-то поднимаются и опускаются. Это самый настоящий опыт. Более того. Я не говорю, что это не опыт. Я говорю, что они не двигаются по вашей шкале, они просто что чем-то другим занимаются. Понимаете, вы и думаете, что они двигаются по вашей шкале. Влад, скажем, в вечной антологии вообще нет объяснения... Вечной антологии, я не понимаю. Вы каждый раз апеллируете какую-то вечную антологию? Влад, потому что у вас только существует одна, только вечная. Да нет, это вам так кажется. Нет, Влад. Современная философия и современная физика апеллируют только вечной антологии. Потому что нет распределенного во времени... Понятия распределенного во времени сложности современной науки и физики нет. Вашего распределения во времени сложности нет? Нет, значит, у вас нет... Ну, больше не как. Каждый раз наличность. Да почему наличность? Вы же говорите, что у вас нет представления об этом. Я как констатирую, нет. Я не это сказал. Можно хлопать на лицо. Да, все.